Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч 1-8 финала чемпионата мира. Встречается сборная Аргентина против сборной Австралии. Друзья, обязательно пишите прогнозы, интересно будет потом почитать, сверить с реальными результатами. Ну и давайте вспомним, как сыграли эти две сборные на групповом этапе. Сборная Аргентины заняла первое место в группе С, набрав 6 очков, очень вязко начав этот турнир, проиграв Саудовской Аравии. Просто какой-то информационный взрыв был в соцсетях, в принципе в СМИ. Но аргентинцы смогли собраться и одержали две победы над, как казалось, самыми трудными соперниками для них в этой группе. Именно над сборной Польшей и над сборной Мексикой. Австралийцы тоже сделали резонанс, выбили с чемпионата мира сборную Дании. Вот, датчане заняли четвертое место в группе, в группе Д, но австралийцы в один вагон под названием раунд плей-офф заскочили вместе со сборной Франции. В первом тайме очень много моментов возникало у австралийцев. Скорее всего, это и была такая тактика давить Аргентину, потому что больше других вариантов не было у австралийцев. Пока из силы нужно было давить. Вот, но Эмилиано Мартинес отлично справлялся со своими задачами. Но вот уже во втором тайме Райан пропускает гол и за первым сразу же пошел второй. Лаутаро Мартинес увеличивает преимущество сборной Аргентины. Спустя час сборная Аргентины научилась забивать, потому что в первом тайме даже особо моментов-то у них не было. Ну и вот момент в концовке уже встречи. С мячом Лаутаро Мартинес отдает передачу на Эдсо Фернандеса. Тот на месте, снова на Фернандеса. И разгромный счет 3-0. Аргентина добивает сборную Австралии и побеждает со счетом 3-0. И выходит в стадию четверть финала, где уже... Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новой ролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданал Сэр. Друзья, всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»